Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами старший научный сотрудник Музея истории Дальнего Востока Александр Бондарев. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Александр Бондарев – старший научный сотрудник Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, куратор выставки, посвященной поэту Осипу Мандельштаму. Выставка рассказывает о жизни поэта, его литературном пути, поэтике его произведений и разных творческих периодах в судьбе автора. Среди экспонатов – вековые автографы и издания стихов Мандельштама, поэтический сборник с пометками Анны Ахматовой, а также документы, связанные с арестами Осипа Мандельштама. Вы у нас в качестве гостя по случаю открытия в Музее Арсеньева большой выставки, посвященной Осипу Мандельштаму. Давайте начнем с того, как ваша жизнь профессиональная связалась с именем и судьбой этого поэта. Наверное, меня сложно назвать большим знатоком жизни и творчества Осипа Мандельштама. Дело в том, что я очень долгое время преподавал в университете первой половины XX века русской литературы. И, в общем, все, что я мог сказать – это стандартная университетская лекция на полтора часа. Но когда я начал работать в музее, и здесь уже была задумка с этим проектом, собственно, который реализовывался два года, за два года, безусловно, мне удалось узнать много больше. И Мандельштам вошел в мою жизнь настолько плотно, что сейчас сформулировать объективное отношение к человеку я не в состоянии. Ни к человеку, ни к его поэзии. Многие строчки, например, во время экскурсии, они всплывают самостоятельно. Я никогда не учусь стихотворения, но сейчас, когда я разговариваю, они почему-то сами всплывают. Хотя, вроде бы, касался их еле-еле. Мы встречаемся с вами во Владивостоке, где, к великому сожалению, закончился жизненный путь поэта. А я знаю, что одна из задач этой выставки была, скажем так, уйти от ассоциации Владивостока как место смерти Осипа Мандельштама. Расскажите немного об этом посыле. Да, безусловно, мы понимаем, что любимый город Мандельштама – это Санкт-Петербург. Есть грустный город, который отражен в его творчестве – это город Воронеж. И Осип Мандельштам не писал стихотворения во Владивостоке. Нет ни одного поэтического текста, связанного с этим городом. Но то, что так случилось, в этом не виноват ни Осип Мандельштам, ни город. Понимаете? И мне кажется, что очень часто история жизни того или иного человека, особенно трагическая его история смерти, она тоже может затмевать, собственно, поэзию. Поэтому нам бы хотелось, чтобы эта выставка состоялась в первую очередь о поэзии. И мы используем и в афише, которую вы можете увидеть на улице, и во входной зоне, и в нашем финале выставки, некоторый мотив уличной жизни, уличной поэзии, уличного граффити. Потому что нам кажется, что поэзия – это не обязательно должно быть что-то элитарное и написано красивым курсивом. Нам кажется, что поэзия может существовать где угодно, в любой подворотне, в любой арке, в любом месте, в любом подъезде. И то, что сейчас на месте гибели поэта вырос типичный жилой квартал, спальный район, это не значит, что туда не может прийти поэзия. И это не значит, что даже этот жилой квартал должен ассоциировать себя со смертью Мандельштама, а не с поэзией Мандельштама. И именно этот посыл заложен в нашей выставке. А если говорить о том, как его наследие существует в годах, вы же нам за кадром рассказали, что долгое время преподавали студентам-филологам. Как вам кажется, интерес, какое-то любопытство к жизни, к его судьбе среди новых поколений, оно как движется, в какой динамике? Понарастающий или это какой-то… Ну, мне очень нравятся новые поколения. Я не отношусь к тем людям, может быть, мне очень везет в жизни, которые говорят, что сейчас что-то не читают и так далее. Мне кажется, что сейчас растет очень читающее поколение. А самое главное, что это такое поколение, которое очень часто компенсирует внутреннюю потребность в элитарности, в том числе в интеллектуальной элитарности, за счет литературы. И я должен сказать, что если кому-то когда-то захочется ассоциировать себя с высокоинтеллектуальной любовью к поэзии, то нет более подходящей фигуры, чем Осип Мандельштам. Не важен повод, который привел людей к поэзии. Хотелось ли тебе быть уважнее, не важно, что тебе хотелось. Если тебе хотелось, значит, ты стал умнее, значит, ты стал ближе к поэзии. И то, что вокруг Мандельштама существует, такое облако смыслов, что он находится в этом просторе, это очень хорошо. И мне кажется, что для молодых людей это прекрасная возможность действительно знакомиться с творчеством Мандельштама и чувствовать свою причастность. И, может быть, где-то возвеличиваться за его счет. В этом я тоже не вижу ничего плохого. Может быть, для этого это когда-то и создавалось. В конце концов, поэзия может возвышать, и поэзия Мандельштама, безусловно, возвышает человека. Насколько я знаю, ведь он входит в эту знаменитую четверку, скажем так, ключевых главных поэтов 20 века, куда внесены Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Вы разделяете такое позиционирование? Мне нравятся те четыре имени, которые вы назвали, но я бы добавил туда, безусловно, Заболоцкого, Вроцкого, чтобы этот список, по крайней мере, как-то отражал мои личные симпатии. Мне нравится поэзия Броцкого. Мне кажется, что в 20 веке с определенного периода вся поэзия стала немножко Броцкая, и он доминирует. И, мне кажется, все молодые поэты не могут жить теперь без Броцкого. Или как-то мы живем в такой эпохе, где Броцкий очень серьезно все изменил. И когда мы разговариваем о поэзии до Броцкого, то там, безусловно, более чистый взгляд. Я бы сказал, что есть такое противостояние, которое Анна Ахматова обозначила, про Петербург-Мандельштам и Москва-Пастернак. Даже до того, как я начал заниматься этой выставкой, я бы, безусловно, выбрал Москва-Пастернак. Но сейчас очень много чего поменялось. И мне кажется, это очень хорошее противостояние. К тому же у этих поэтов было сложное отношение, сложное взаимное уважение и сознание. Что если мы говорим о поэтах 20-х, 30-х и так далее, то Пастернак и Мандельштам – это и есть два самых больших поэта этого времени. Есть же такой тоже расхожий штамп, что Осип Мандельштам – поэт Серебряного века. Даже глядя в эти залы, можно посмотреть по датам, что Осип Мандельштам полностью, скажем, входит в поэтический круг к 1911 году, а к 16-му году Серебряный век закончится. И это всего лишь пять лет. А вот следующий зал, например, который начнется с 1917 года и закончится 1933 годом – это и есть, в общем, основной период жизни Осипа Мандельштама. И вот в том периоде этой паре Пастернак и Мандельштама, на мой субъективный вкус, нет равных. Это действительно два самых больших поэта, и это люди, которые сделали больше всего для поэзии. Но, наверное, если говорить об особенностях тела поэта Осипа Мандельштама, вот я так специально использую слово «тело», то, наверное, я бы отметил эту особую нервную хрупкость, потому что она очень часто проявлялась и позже будет проявляться в поэзии. И, наверное, его способность чувствовать мир всеми нервами, чувствовать мир физиологически и создавала эту особую хрупкость его тела. Мы понимаем, что это постоянно даже в той манере, которую можно здесь увидеть – вздернутый подбородок, тонкие пальцы дрожат. А в этом желании быть тонким, в этом желании особым нервом чувствовать весь мир – и была, наверное, одна из ключевых его особенностей. А вас не удивляло то, что этот его вздернутый подбородок, он сохранялся и на снимках, ну, вполне официальных, уже в качестве заключенного, особенно вот снимки первого ареста, где он со сложенными руками, он выражает всем своим обликом? Я думаю, это такой внутренний аристократизм, который легко снимает любая фотокамера. Она это чувствует, и это всегда проявляется. В нашем последнем зале стихотворения написаны под верхней планкой того лабиринта, сквозь который людям приходится приходить, проходить. Эта верхняя планка сделана для того, чтобы читатель вздирал подбородок, когда будет читать. Да, у нас здесь много таких тонкостей, которые мы продумывали. Хотелось сделать это, хотелось взять читателя и протанцевать с ним сквозь всю экспозицию, для того, чтобы он прочувствовал все, что мы чувствовали, когда мы делали ту выставку. А расскажите, пожалуйста, о том периоде его жизни, который совпал с революцией. Был ли у него импульс эмигрировать? Были ли мысли об этом? Или он вполне видел себе место вот в этой новой реальности, послереволюционной? Мандельштаму очень тяжело пришлось вписываться в советскую реальность. Он бы, наверное, в любую реальность с трудом вписывался. В какой-то момент жизни он говорит о том, что ему надоела комнатная жизнь, скитание. Он, безусловно, с трудом вписывается в современную литературу, потому что вот в том зале, где его поэтическая манера для нее характерна античной реминесценцией, произошел разрыв времен. Кстати, эта строчка «Произошел разрыв времен», она связана в том числе с революцией. То есть он ее воспринимает так. Произошел разрыв времен, и теперь все древние существуют современные одновременно. Теперь все цитаты прошлого могут звучать в поэзии современности немолкающими цикадами. И когда у вас стихотворение полное античных аллюзий, а нужно славить новое государство, безусловно, его тут же обвиняли в том, что он человек прошлого, что он никак не вписывается. И очень долгое время именно так и было. Мандельштам не вписывался, о чем и говорил, что он никому не может быть современником, о том, что он пишет стихотворения и считает, что их так и нужно писать, как будто бы для марсиан, как будто бы для иных цивилизаций, когда вот эти стихотворения найдут и потом прочитают. А если ты будешь ориентироваться на современников, ничего хорошего не получится в творчестве. Поэтому, конечно, современности после революции особенно он выбивался. И даже знаменитые строчки про то, что мне на шею кидается век волкодав, но не волк, а по крови своей, они ведь тоже не только приговор этому веку. Они говорят, что я не волк, что дорогой мой век, зря ты на меня бросаешься. Я готов жить с тобой в мире одной жизнью, но, как мы знаем, не смог. Потому что, будучи, казалось бы, уже принятым в этот век и получив жилье именно в этот момент, то есть он даже там начинает чувствовать себя. Я, наверное, использую слово «приспособленцем». И пишет стихотворение «Мы живем под собой в ничью страны». Хотя я не настаиваю на том, что это было главной причиной написания этого стихотворения. Всех тонкостей мы не узнаем никогда. А ведь оно было написано в 1933 году, получается, до начала большого террора. Но, тем не менее, сейчас бросаю взгляд на 30-е. И, честно говоря, написание такого стихотворения кажется чуть ли не самоубийством. В каком-то смысле, вы понимаете, да? Вы процитировали Пастернака сейчас, который как раз и сказал, когда Осип Мандельштам прочитал это стихотворение Борису Пастернаку, Пастернак сказал, вы мне этого не читали, я этого не слышал, то, что вы делаете, это самоубийство. И он был абсолютно прав, это без всяких вариантов было именно самоубийством. Но в истории литературы это стихотворение, первое стихотворение, посвященное Сталину, и тот образ молчания вокруг фигуры Сталина был разрушен. И то, что это произошло в 1933 году, а не в 1937 году, обеспечило нам появление трех тетрадок, в которых были записаны последние, на мой вкус, лучшие стихотворения Мандельштама в Воронеже, на которые он не рассчитывал нисколько на публикацию этих стихотворений. То есть эта отсрочка, которая произошла, она подарила нам еще стихотворение. Но, как мы знаем, второе уголовное дело было за то же самое, за это же самое стихотворение. В этом есть некоторая ирония. Конвоиры, которые отправляли Мандельштама в первую ссылку, в Чердань, в город на Урале, они говорили, вы посидите тихо, про вас забудут. Ну, в общем, нет ничего страшного. Они пытались быть вежливыми, добрыми, и не забыли. Тут история все равно вернулась, и это пастернаковское, в кавычках, пророчество оказалось верным. Это стихотворение действительно было самоубийством. А вы не встречали такого, я, кажется, где-то слышала, такой поразительный факт, что расправа не была быстрой и слишком жесткой, просто потому, что Сталину понравилось это стихотворение. То есть он оценил этот акт поэтический. Мне сложно сказать. Я думаю, что просто еще к тому времени репрессивный механизм не был отлажен. Вот мне кажется, что Сталин скорее был растерян, и не знал, что именно с ним делать, за такую дерзость и такую наглость, и только с этим связано. А потом, когда все было отлажено, когда уже никого не считали, это даже видно по материалам двух уголовных дел, которые у нас есть в третьем зале, насколько можно было себе позволить и ту позу на фотографии, насколько медленно шли допросы, насколько люди разбирались, выясняли. Оказывается, там Мандельштам сам читал вслух на допросе это стихотворение, а у следователя был другой вариант этого же стихотворения. Были какие-то тонкости. В 1938 году ничего подобного не было. Это была просто уже налаженная репрессивная машина, которая работала безличностно. Никто даже не вспоминал, что именно за это стихотворение. Могли за что угодно. Был еще такой особый цинизм. Они вернулись из ссылки, им даже дали направление в дом отдыха и для писателей. Они с женой туда отправились, и именно там в доме отдыха их арестовали. Коль скоро уж вы упомянули Надежду Яковлевну Мандельштам, мне кажется, ее нельзя не связать в нашем разговоре с Осипом Мандельштамом. Как говорил, по-моему, в русской, она была не сколько вдовой Мандельштама, сколько вдовой его стихов. И, собственно, спасла, наверное, его наследие. Да, когда мы в водном тексте этой выставки говорим о том, что благодаря героизму близких у нас сохранилось главное, и совершенно неважно, что у нас нет стола и стула писателя, все это благодаря, конечно, Надежде Яковлевне Мандельштам. И не только всего того, что она сделала после смерти Мандельштама, о том, что она сохранила его поэзию для нас. Это даже сложно представить, что у нас росли целые поколения, у которых была совсем другая иерархия русской литературы до того, как Мандельштам вернулся в контекст русской литературы. Но благодаря ей он вернулся. Но и даже в течение жизни она действительно была ему верным спутником, верным другом, и очень заботилась о нем. Особенно вот учитывая его особую хрупкость, наверное, это действительно был подвиг с ее стороны. Александр, на афише вашей выставки есть некая приписка, которая гласит, что выставка «Осип Мандельштам. Мальчишка. Океан» выставка про поэтическое слово. Да, это, наверное, наиболее точная характеристика этой выставки. Мы действительно хотели сделать выставку про биографию Осипа Мандельштама, но главное про биографию его поэтического слова. Мы хотели рассказать, как это слово в духе символизма рождается извод вечности какими-то вот такими древними монстрами, как оно становится прозрачным, строительным, архитектурным, как сборник камень, и его архитектурная тема, связанная с соборами, как это слово становится пучком смысла, бесконечно расходящимися тропами, как в жизни этого слова появляются такие факты, когда все времена начинают существовать одновременно и в то же самое время, и как, наконец, в этом противостоянии поля природы и поля культуры, в этом противостоянии человека, состоящего из тела, клеток и его поэтического слова, наступает полная гармония, потому что последние стихотворения поэта, стихотворения из воронежских тетрадей, они напрямую вырастают из физиологии поэта. Они одышливые, они задыхающиеся, он чувствует это аортой руками, ногами, он чувствует свое перемещение в глубь континента позвоночником, протянутым через всю страну, он чувствует, как он сжимается, а пространство растет, как это происходит абсолютно физиологично. И в этом противостоянии поля природы и поля культуры больше ничего нет. Поэзия напрямую растет из физиологии и очень гармонично в ней растворяется. Когда, понимаете, когда тело исчезает, а поэзия остается. Мне иногда кажется, что эту выставку можно прочитать и в обратную сторону, что нет ничего страшного, если кто-то заблудится и зайдет с другой стороны, если вы обратите внимание, у нас в залах количество света становится все меньше и меньше. Это как раз-таки количество воздуха, которого становится все меньше и меньше к концу жизни поэта, к концу жизни его тела. Но если читать в обратную сторону, в сторону жизни его слова, то этого воздуха будет становиться все больше и больше. Красивый финал получился. Спасибо вам, Александр, за этот разговор. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!